И на самом деле, мы принадлежим великому Богу. Аминь. И знаете, я читал одно местописание, однажды меня оно просто, как сказать, вдохновило, оно подняло меня изнутри. То есть я продолжаю о том, что говорил Антон. И написано, что мы призваны в удел. И я подумал, вау, мы в деле с Богом. То есть у Бога есть дело. И он сказал, я хочу, чтобы вы были в этом деле. И знаешь, у Бога нет маленьких дел. Все, что Он делает, это величайшие дела. И знаешь, ему, наверное, печально, когда мы зацикливаемся на собственной жизни и начинаем заниматься своими делами. Он говорит, ребята, я для вас хотел дать больше, а вы занимаетесь все еще, продолжайте своими делами. Так что просто оставайтесь в деле с Богом, оставайтесь с Ним. И сегодня я хотел бы, ну, не знаю, продолжить, не продолжить тему, которую я говорил на прошлом собрании. О том, что Евангелие, оно должно распространяться. Может быть, сегодня я буду говорить больше о силе Евангелия. Или в чем же вообще сила Евангелия. Потому что иногда мы не понимаем каких-то вещей. Допустим, мы слышим проповедь, вот как Антон говорил, что да, я доволен, я рад, я чувствую себя частью большой работы. Я знаю, что Бог призвал меня. И я знаю, что это возможно изменять народы. Но ты говоришь, ну да, ладно, Антон там, он как-то чувствует, он увидел это, он понял. А я вот живу, я работаю на работе, я работаю на заводе. Какое отношение вообще я ко всему этому делу имею? Ну, даю десятину, даю пожертвования. Вот на Индию положил денежку небольшую. То есть, ну, как это вообще изменяет мир? То есть, и вообще, возможно ли, чтобы Евангелие поменяло мир? То есть, и, конечно, ты, скажи, показывал слайды в прошлое воскресенье. И там сто, сколько у нас? Сто, сто шестьдесят, да, сто сорок, да, миллионов, сто сорок два, там, сто пятьдесят. Разные данные по-разному говорят. И когда мы говорим о мы, об Индии, то есть там один миллиард двести. Когда мы говорим о Китае, один миллиард, там, триста. То есть, и какие-то два с половиной миллиарда, то есть, это какие-то нереальные вообще вот, как сказать, цифры. Опять же, когда смотришь на Индию, ты думаешь, вот какая-то вот там нищета, и там какие-то социальные программы надо внедрять, еще что-нибудь. И отчасти, почему я говорю все эти слова? Потому что где-то внутри мы не понимаем, как действует Евангелие. Не понимаем сути Евангелия, не понимаем, что оно имеет потрясающую или колоссальную силу. Почему я так говорю? Не потому что вы собрались здесь все непонимающие, да, а потому что я сам не понимал всех этих вещей. Я пришел в церковь, потому что я считал себя грешником, знал, что гореть мне в каком-то пламени, не знаю, в синем, красном каком-то. И поэтому я пришел в церковь. Ни о каком спасении мира, ни о каких изменениях, ни о чем я не собирался слышать. Вот мы собирались в небольшую церковь, я спасся в другой церкви немножко. Это небольшая группа, правда, было человек 25, когда я спасся, может быть, 30 максимально. То есть человек. И все, что там говорилось, что малое стадо, не бойся, а тебе благоволит отец. То есть и вот мы как-то старались веру сохранить, течение совершить. То есть вот каким-то таким образом. Позже я начал видеть, что есть что-то большее. Я начал читать какие-то книги, которые говорили о том, что Евангелие – это сила Божия. И вот однажды я попал в Абакан на собрание. И я увидел впервые в жизни, я увидел не на картинке, а увидел в зале. Ну, вот примерно, там зал меньше, конечно, примерно вот такое количество людей. То есть там был зал на покое. Человек 600, наверное, было в зале. То есть он был наполнен молодыми людьми. Не какие-то бабушки, дедушки. И тогда у меня начала какая-то вот такая конфронтация внутри себя. Я думаю, ну, все-таки, что же Евангелие? Ну, хорошо, в отдельно взятом, там, в Абакане это получилось. И, ну, потом мы начали вот первую церковь нашу в городе Альчинске. И я приехал на одну из конференций, и там были газеты. Я купил газету церковную. Ну, это как вот, типа, как вот у нас называется «Голос церкви». Это церковная газета нашей церкви. А там он «Голос веры», если не ошибаюсь, назывался. Как-то вот, каким-то таким названием было. И я купил, и там было написано интервью Карла Густава Северина. То есть и там ему разные вопросы задавали. И, ну, я читал это интервью. Ну, это был 95-й год, если кто-то помнит особенности этого времени. То есть это веселое время было. У нас непонятно, что в стране происходило. То есть, ну, и ему задали вопрос. Есть ли какое-то решение для нашей страны, для России? Интересно, он ответил так. Он говорит, я знаю, что единственное решение для России – это Евангелие. То есть, и я подумал, ну, как он так может говорить? То есть, здесь надо какие-то политические решения принимать, здесь надо какие-то бизнес-решения принимать, какие-то бизнес-планы. Ну, и там дальше ему задавали еще, не стали как бы расширять этого вопроса. Вот он так ответил, и я понимаю, что решение для страны может быть и в чем-то другом. Но я пришел к тому выводу, что то, что он говорил, это истина, то есть, которая может изменять, и она может что-то делать. То есть, как я уже говорил, почему? Я вышел из другой церкви, у меня был в голове конфликт. И я начал смотреть на Евангелие, то есть, Писание говорит на Царство Божие, что оно подобно горчичному семени, который разрастается и становится огромным, и птицы могут прилетать и укрываться. И я начал изучать, что же это такое вообще на самом деле, как Евангелие работает. Я бы хотел прочитать пару мест Писания, прежде чем мы пойдем дальше. И, конечно, самое известное место Писания записано в Римлянах, в первой главе с 19 стиха. То есть, я думаю, что, в принципе, каждый знает. Итак, апостол Павел пишет, вы знаете, да, что римлянам он писал, это послание было, так скажем, в церковь, которую он не знал лично, и он там излагает свои постулаты веры, можно так сказать, или он рассказывает, в чем суть его Евангелия. Почему? Потому что, наверное, он один из первых сформулировал учение благодати, то есть, как бы, понимание между делами и благодати, потому что в первом веке все равно преизобиловало учение дел, потому что они вышли из иудейской традиции, и он, наверное, первый сделал такой вот крутой поворот. И вот он пишет, прежде чем начать вот выкладывать это учение о благодати, он начинает с Евангелия. В принципе, это всего лишь 15 стих, в котором он говорит, «Итак, что касается меня, я готов благовестовать и вам, находящихся в Риме». То есть, благовестовать или проповедовать Евангелие. И дальше, «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом Елену». То есть, «Да» и «Аминь». Он там продолжает, в нем открывается в Евангелии «Правда Божия», то есть, ну, или «Праведность», «Оправдание Божия». Ну, «Правда» можно говорить по-другому, неважно. То есть, и дальше он идет, раскладывает это все. Но, что он говорит о Евангелии? Он говорит, «Евангелие – это сила Божия». То есть, и не просто, знаете, вот иногда мы говорим, это сила в любом случае, да, то есть, ну, написано, «ко спасению всякому верующему». То есть, другими словами, эта сила включается, или, как сказать, начинает работать, или включается в действие, только тогда, когда эта сила принимается верой. То есть, он сразу как бы обозначает. Еще одно местописание, то есть, я два этих местописания возьму. Еще одно местописание – это первое послание Коринфянам, 17 стиха. Почему, как бы, и здесь говорится о парадоксе Евангелия, на самом деле. То есть, написано, «Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать». И дальше он уточняет, посмотрите, «не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова». И дальше, «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть». Вы знаете, юродство – это глупость, да, старое русское слово. А для нас, спасаемых, сила Божия. То есть, одно и то же слово. То есть, здесь он уже шире как бы показывает. То есть, там он просто говорит, что Евангелие – это сила Божия ко спасению всякому верующему. Здесь же он говорит, для одних это глупость, для других это, говорит, сила Божия. И это не потому, что я так чувствую, что это сила Божия. Ну, просто оно работает для тех, кто верит в Него. «Ибо написано, погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну». И дальше он говорит, где мудрец, где книжник, где совопросник века сего. Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие. «Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога». Обратите внимание, и вы знаете, что это писалось… Павел был образованным человеком, который знал греческую философию. И греки, они, ну там очень много теорий всевозможных. Все эти философии, они возникли с Греции, да. Они пытались проникнуть в мир, понять Бога и так далее. И он говорит, и вот когда люди своей мудростью не познали Бога, в премудрости Божией, то благоугодно было Богу, опять же, и уродством или глупостью проповеди спасти верующих. И дальше он как бы подчеркнул, ибо иудеи требуют чудес, и елены ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого. То есть он говорит, послушайте, ребята, есть определенные ожидания вот в этом народе среди греков. Ну вообще греческая философия, она захватила, ну как бы цивилизованный мир того времени. И многие, ну как сказать, они цитировали каких-то эпикурейских, мы видим, сам Павел их цитирует, то есть поэтов. То есть они каких-то философов цитировали. То есть он был пропитан, он говорит, и люди ожидают вот каких-то вот вещей. Когда, говорит, мы приходим в иудейскую среду, нас подпирают с другой стороны и говорят, а где же чудеса? Ну, мы говорим, в Евангелии есть чудеса. Но интересно, что он говорит, а мы не делаем ни того, ни другого, а мы проповедуем Христа распятого. Посмотрите, он говорит, что слово есть, ну как бы есть сила в слое. Для самих же призванных у иудеев и еленов, это Божью силу и Божью премудрость. Посмотрите, потому что немудро Божие, премудрые людей, и немощное Божие сильнее людей. Дальше он говорит, переходит на личности, он говорит, посмотрите на себя, то есть и так далее. И вот в чем мы попадаем в саблан, когда мы слышим, что Евангелие – это сила Божия, изменяющая сила Божия? Обычно мы попадаем вот в такой вот обман. Для нас сила, вот допустим, когда мы слышим слово «сила», что мы представляем? Ну, качки представляют себе накачанного какого-то мужика, такого сразу, да? Кто-то, допустим, представляет мощную машину, кто-то оружие какое-то мощное. То есть, и заметьте, что все наши ассоциации связаны с разрушительной силой. То есть, обратите внимание, что когда мы говорим о силе, ну, мы не думаем, знаешь, о лифте, который поднимает, ну, как бы, там, людей там или грузы, то есть. Но мы думаем о каких-то машинах, о каких-то видимых проявлениях силы. То есть. Но, опять же, давайте мы скажем, что есть два вида силы. Есть разрушительная сила и есть созидательная сила. И вот, когда мы говорим о Евангелии, друзья, мы должны понимать, что Евангелие – это сила Божья ко спасению. Или, другими словами, это созидательная сила Божья. Если хотите, я бы назвал это по-другому. То есть, это не сила Божья или сила жизни, я бы назвал ее по-другому. И Евангелие приносит жизнь во всей его полноте. Потому что, посмотрите, в Евангелии от Иоанна, 5 главе, 26 стихе написано, «Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе». И когда мы говорим о жизни, вы должны понимать, что жизнь – это не то… Вот в данном случае, когда мы говорим, что Иисус имеет жизнь в самом себе, то есть точно так же, как Отец, это не имеется в виду, что Он существует вечно. Это имеется в виду, что у Него есть полнота жизни. Или, как бы, ну, можно по-другому сказать, Он сам является этой жизнью. Потому что каждый из нас, друзья, мы вечные существа. То есть, и мы будем существовать вечно. Но это не надо путать с жизнью вечной. Вечное существование. Мы так и так вечные. Поймите, то есть. Единственное, будем ли мы существовать с Богом, или мы будем отдельно без Бога. И вот без Бога, как раз, это вечное существование. В данном случае, это вечная жизнь. И вечная жизнь, она не начинается, когда мы попадаем на небеса. Вечная жизнь начинается здесь, когда мы принимаем жизнь Божью. Или вот, ну, мы говорим, мы принимаем Христа. То есть, я сейчас объясняю Евангелие, что происходит. То есть, мы принимаем… А как мы принимаем Евангелие? Мы принимаем Слово, которое входит в нас, и начинает вот эту вот работу, то есть, изменяющую работу внутри нас. Вот это и есть суть Евангелия, которая приходит в нас. И когда Слово Божие приходит в нас, оно начинает, ну, как сказать, менять нас. Оно начинает что-то переставлять внутри нас. То есть, изменяет нас. Оно приносит вот жизнь в полноте. И что такое жизнь в полноте? Ну, опять же, у нас многие понятия очень сильно извращены. Жизнь в полноте, некоторые люди думают, что это жизнь, когда ты можешь делать все, что ты хочешь, можешь грешить, можешь еще что-нибудь делать. Но, смотрите, у греха же есть последствия. Вот, допустим, в этот момент человек считает, что он живет полной жизнью, когда он изменяет супругу или супруге. То есть, он кажется, что у него, она же течет вот так через верх. Или когда он принял наркотики, он чувствует, он аж весь искрится, то есть, электричеством. То есть, или там, когда он выпил так вот, что чувствует себя просто хорошим, таким мощным человеком. Или когда он там спер много денег, обманул кого-то, и он чувствует этот момент прямо вот, как ему кайфово. То есть, ну, поймите, но это момент, это вспышка, которая проходит. Жизнь – это не вспышки. В ней есть вспышки, но жизнь не состоит из вспышек. И у каждого греха есть последствия. Я даже не буду перечислять последствия всего, что она говорит здесь только что. То есть, есть обязательно следствие, есть причины и следствие. И, конечно же, это не может быть полная жизнь. Полная жизнь. Я обнаружил такую вещь, что когда я становлюсь христианином, то есть, у меня начинается новая жизнь. Я по-другому начинаю смотреть на вещи. То есть, да, я могу согрешать. Точнее, я не могу согрешать. Я согрешаю, да, так скажем. Или какие-то вещи. Но опять же, я обнаружил, что полнота приходит. Когда я согрешил, я исповедовался, я открылся перед кем-то. Меня наполняет полнота. Казалось бы, тут ни деньги никакие, ни при чем. Это внутреннее состояние. Потому что, друзья мои, мы не являемся только физическими существами. То есть, мы не получаем удовольствие только от физических каких-то вещей. Мы внутренние духовные существа. И наша вот этот вот мир и полнота, они как раз приходят из духовного мира. И радость приходит в первую очередь вовнутрь. Апостол Павел, находясь в тюрьме, вы помните, он находится в тюрьме. Он пишет оттуда послание. И там, когда ты читаешь, ты не поймешь, то ли та церковь в тюрьме находится, куда он пишет, а апостол Павел на свободе. Но это же не так. Он ободряет их. Он говорит, друзья, я сейчас в тюрьме. Ну, знаете, это так классно. Это так послужило в пользу вот этим. Мы эти покаялись. Вот те начали завидовать, начали проповедовать. Говорит, классно, классно, вообще классно. И ты думаешь, ну, так не бывает. То есть, друзья, это и есть полнота жизни. И полнота жизни, когда мы говорим о жизни полной или жизни в Боге, то есть, или о Евангелии, которая начинает разрастаться внутри нас. То есть, тогда мы говорим о том, что она не зависит о внешних факторах. То есть, ты можешь жить в полноте, где бы ты ни находился. В маленькой квартирке, в общежитии или в огромном дворце. Это не имеет значения. Конечно, лучше во дворце жить. Лучше, когда у тебя есть в кармане деньги. Ты становишься более свободным. Вот и все. В передвижении, в каких-то, что купить, что не купить. Но, друзья, радость не от этого приходит. Вы замечали, что от новой покупки приходит радость на короткое время. Заметили? То есть, а если ты потом понял, что ты не то купил, тут Павел тоже одну вещь хотел купить. Я говорю, не покупай, это тебе не надо. Он говорит, я хочу купить, если ты мне говоришь не покупать. Я говорю, не покупай, не принесет счастье. Не верит мне. А что, молодые ребята. Думают, что счастье приходит от одежды, от машины, от телефона. Нет, это не так. Но поймите, давайте мы откроем. То есть, в Евангелии есть полнота, она приносит все в нашу жизнь. Посмотрите, 2 Коринфянам 1,19 2 Коринфянам 1,19 И здесь написано 19 стих или 18 стих Он пишет Коринфянам «Верен Бог, что Слово наше к вам не было да и нет». То есть, Он говорит, что это не было так, что я вам сначала одно сказал или потом другое. Евангелие, оно всегда оставалось целостное. Дальше. «Ибо Сын Божий Иисус Христос проповеданный у вас нами мною Силуаном и Тимофеем не был да и нет. В нем было да». Посмотрите, то есть, Он говорит, кто бы ни проповедовал, я, Тимофей, Силуан, то есть, Он говорит, к вам приходило много проповедов. Но заметьте, каждый из них проповедовал только Христа. И дальше. «Ибо все обетования Божьи в нем да и в нем аминь славу Божию через нас». Посмотрите, Он говорит, обетование, обетование Божье, они приходят в жизнь нашу, но они приходят через вот эту жизнь, через Христа. То есть, и вот они начинают исполняться. Что такое обетование? Все обетования. То есть, обетование благословенной жизни, да, да. Обетование финансового обеспечения, да, конечно. Обетование того, что мы будем жить здоровой жизнью. Есть? Сто процентов, они существуют. Что Бог будет защищать нас? Это из Писания или откуда я взял? Это тоже из Писания, все обетования, Он говорит, в нем, да, в нем, аминь, славу Божью, как через нас. Они не автоматические. То есть, очень часто мы как бы думаем о жизни, как бы, или вот об этой силе, как о механической. Но поймите, есть два вида силы, механическая и биотическая. Что такое биотическая? Биотическая сила, это сила семени. То есть, механическая, ты запустил механизм, она молит туда, зерно упало, оно перемололо, палец сунуло, оно перемололо. То есть, она, это машина, она вообще не понимает ничего. Биотическая, немножко другая, она развивается, оно растет. И кажется, что это что-то слабое такое. Но на самом деле, Писание говорит, что сила Евангелия находится в семени. То есть, ну вы, ну я думаю, что каждый из вас видел, как росток дерева пробивает асфальт. То есть, аж вот так вот его выламывает. Казалось бы, асфальт или бетон там. Я видел, как скалы раскалываются по тем, что там какая-то березка чахлая вылезла оттуда. Вы видели семя березы? Нет? Кто-нибудь видел? То есть, это, ну если ты возьмешь его в руку и вот так потрешь, то, что ты его полностью разотрешь. Зерно, конечно, нет. Но семя березы можно растереть. Но вот это вот семя, оно ломает вот эту скорлупу всего. Вот то же самое с Евангелем. То есть, дело в том, что вот эти вот слова, которые Божии, которые он говорит, они имеют вот эту жизнь. То есть, посмотрите, что он говорит. Опять же, когда я говорю о силе, я сразу же говорю о жизни Божьей. В Иоанна 6 глава 68 стих Иисус говорит такие слова. «Дух животворит, плод не приносит никакой пользы». Слова, которые говорю я вам, «Дух и жизнь». То есть, он не говорит, что в этих словах заложен «Дух и жизнь». Он говорит, сами по себе эти слова уже «Дух и жизнь». То есть, Евангелие, которое проповедуется, это уже, в этом содержится, ну как бы уже находится Бог. То есть, ну, хотите, если хотите принять, то есть, если вам понятно, то о чем. И вот слова сокрыты, в его словах сокрыта вот эта вот божественная жизнь. И то есть, когда мы принимаем Евангелие, это начинает произрастать через нас. Я не буду вам читать эту историю, она записана в Луки, 8 глава, там, она вообще в трех Евангелиях, но, где говорится, что вышел сеятель сеет. То есть, я думаю, что все знают эту, ну, как бы притчу. То есть, и написано, что он начал сеять это семя. То есть, и когда он сеял, написано, что одно упало при дороге, другое на каминистую почву, третье упало в тернии, четвертое упало в хорошую плодородную землю. И во всех четырех случаях не было проблем с семенем. Обратите внимание. То есть, и наша беда в том, что иногда мы проповедуем, и мы не видим результата. Вторая наша проблема в том, что мы проповедуем, и мы хотим видеть моментальные результаты, чтобы человек упал на колени и покаялся. Но, послушай, если он никогда не слушал Евангелие, твои слова для него являются даже не посевом. Это просто, как бы, задело его сердце. А что же это в этом Евангелии? Я слышал разные свидетельства. Видите, я рос в семье, где мама была верующая. То есть, я слышал это постоянно. То есть, в меня сеялось, да? Допустим, я слышал моего друга Василия свидетельства с этого, в Тамбове сейчас посмотреть. Он говорит, я слышал от себя немножко. Я читал какую-то брошюру. Потом, говорит, мы на службе ловили там голос Америки, попадали, где Деррик Принц интерпретирует Библию. Потом, однажды я ехал в поезде, и парень проповедовал в соседнем купе. Я сидел, всю дорогу слушал. Мне стыдно было туда зайти, но я слушал всю дорогу. И потом, я позже, когда тебя увидел, я вспомнил, я слышал, что ты верующий. Я пришел к тебе. Поймите, был целый путь, когда он слышал, слышал и слышал, и слышал. И потом, в какой-то момент, у него появился, а, у меня есть друг, который сегодня ходит в церковь. Поймите, я не являлся тем семенем. То есть, семена те сеялись. Потом, я получилось, уже взял его фактически готовым, с открытым сердцем. То есть, я туда уже мог сеять что угодно. То есть, любое слово, Евангелие. И поймите, то есть, есть процессы. То есть, иногда мы эти процессы не понимаем. И он там делит на, на несколько частей вот это. И он говорит, первое, которое упало при дороге, написано, дьявол пришел и похитил. Что это значит? Когда человек слышит, допустим, он всю жизнь слышал совершенно другое. И тут ему говорит, а есть Иисус. Он думает, да какой Иисус? И другими словами, слово, настоящее слово, семя, которое могло изменить его жизнь. Точно так же, как с Нейманом. Помните, он имел настоящее слово для исцеления. То есть, и он сказал, слушай, это какой-то дурдом. Я в эту воду буду окунаться. Зачем? Мне для чего это надо? То есть, он пошел. Хорошо были другие люди, которые остановили его, сказали, послушай, это пророк, это человек Божий. Попробуй, ты же даже не попробовал. И он подумал, а да, а что я теряю? Ну, первая мысль была, просто откинуть. То есть, ну, и дьявол берет и похищает. Он говорит, о, это слова жизни, я заберу их себе. И Писание говорит, что этот дьявол просто, нахолитают птицы и клюют. Второе, это когда человек радостно принимает, но там нету корня. То есть, другими словами, у него нету никакой церкви, у него нету людей, которые бы поддержали, помогли ему укорениться. Он остался один. Возможно, что ему проповедовали, как делают евангелизации. Потом человек уходит домой, больше не приходит. И тогда написано, что это очень коротко. Почему? Потому что корни будут засушены. Третий вид почвы, он еще интереснее. То есть, когда человек принимает, вроде расти начинает, но написано, что начинают плевелы подниматься, или как сорняки, да, по-нашему, то есть, начинают подниматься и забивают. И, ну, я думаю, что все огородники знают, о чем я говорю. То есть, если вы садили картофель, и если вы его не пропололи, вы не можете рассчитывать, что там вырастет что-то больше, чем вот так вот. Почему? Потому что сорняки заберут все солнце, абсолютно все заберут. И тогда мы говорим, поймите, мы получили слова жизни в нашу жизнь, и там что-то начало расти. Ну, как сказать, параллельно с этим приходит забота. И мы же живем в мире, правильно? Нам надо, ну, допустим, мы родились, к примеру, нам надо заботиться о жене, нам надо заботиться о ребенке, забрать его с садика, заработать деньги, еще что-то. И некоторые люди, они берут и перегибают палку, они оставляют главное. Ну, друзья, давайте так скажем, главное должно оставаться главное. Я не говорю, что это важно. Есть важные вещи. Если что-то случилось, мы реагируем сразу же. Но иногда дьявол специально поджигает нас со всех углов, то есть, и приходят какие-то мысли, я не буду это делать. Тут один брат по дороге мне рассказывал, как у него там, его машина поехала и врезалась. И он говорит, когда это произошло, я сел, машина дорогая, я такой сел, и первая мысль, это воскресенье, не пойду в церковь. Потом сижу, думаю, что к чему, при чем тут церковь, вот моя машина, где взаимосвязь. Но дьявол, поймите, он может сказать, тебе надо быстрее рихтовать машину. Если ты сходишь в церковь и начнешь ее рихтовать через 4 часа, ничего не изменится абсолютно. И он говорит, я думаю, это вообще какой-то дурдом. Он говорит, конечно же, я пошел в церковь, я свидетельствовал об этом, но я просто показываю, как дьявол может какими-то вещами обмануть нас. У меня там то-то, то-то произошло. Ну, что произошло? Ну, что ты сделаешь? Или как одного брата на штрафпаянку забрали. Он пошел спокойно покушал. Он говорит, а что суетиться? Уже забрали. Другой же, знаешь, он побежит глаза в кучу, то есть быстрее побеждает там царство, то есть и так далее. Нет, друзья, то есть мы можем очень спокойно реагировать. И вот это вот третий вид почвы, когда приходят вот эти вот сорняки. И самое интересное, что сорняки, они не сорняки для жизни вообще. То есть нам нужны деньги, нам нужны заботиться о родственниках, да? Но они сорняки, друзья, для духовной жизни. Вы должны понимать, что это не то, что это плохо, это хорошо все. Но не позвольте этому быть, ну или как бы держите это в балансе. Духовное должно быть первично. То есть второе, вторично. Я не говорю, вы можете иметь деньги, можете заниматься, у вас может быть хобби, можно что угодно делать, но все должно быть на своем месте. И вот это. И последнее написано, это добрая почва. И написано, что добрая почва, которой приносят плод в терпении. Там вот такое есть слово, в терпении. То есть в Луке. В других местах там немножко по-другому сказано, но суть остается та же самая, что они приносят плод, то есть когда проходит какое-то время. А что такое терпение? А вот терпение, это довольно интересная вещь. Касательно нас, допустим, когда Бог с нами работал, подводил нас, подводил, это вот было терпение. Но когда в нашей жизни мы молимся о чем-то, и мы не видим. Мы не видим исцеления, или мы не видим спасения наших родственников, мы не видим чего-то еще, и мы в какой-то момент сдаемся. Но плод приносится в терпении. Написано, как долго ты должен терпеть? Писание говорит, будь верен, докуда? До смерти. Будь верен до смерти, и я дам тебе венец жизни. Поймите, то есть нету такого момента, нету такой границы терпения. Если ты терпишь, и еще что-то не произошло, значит Бог видит, что у тебя есть потенциал. Поймите, то есть, ну кто получает моментально, ну возможно потенциала нету, ну извините меня, конечно. Но тем не менее, тем не менее, что-то есть в этом. Правда, почему Иов, вот он проходил все эти страдания? Неужели, Писание однозначно говорит, Бог не попустит человеку быть ускушаемым сверх сил, при искушении даст силу, чтобы перенеть? Поймите, то есть Иов, когда уже там, он прошло вот это время, он полностью потерял, он был разбитый, но все физическое было разбито, все, единственное оставалось надеждой. И вот, когда его друзья там напрягали, он в конце говорит, а я знаю, искупитель мой жив, и он восстановит распадающуюся плоть мою в последний день. Я бы перефразировал, он говорит, а я знаю, даже если он в последний день в моей жизни это сделать, я буду ожидать. Поймите, вот это и есть вера. То есть, это не так вера, что я подожду две недели, если что-нибудь произойдет, то есть, ну все, я пойду к шаманам, то есть, тем помочь, или я пойду там к колдунам. Это же, это же, ну, это не нормально, поймите. И вот, когда мы говорим, говорим о Евангелии, мы им дело, мы имеем дело с двумя составляющими. Мы имеем дело с семенем, и мы имеем дело с почвой. То есть, вот сейчас мы подошли к этому, то есть, и когда сеется, мы заходим в какой-то народ. Допустим, когда в Россию пришли, мы же были безбожниками по понятиям. Да, мы имели корни православные, но потом на 70 лет мы отпрыгнули назад. И люди пришли с других стран, начали проповедовать Евангелие, начинали с новой церкви. На сегодняшний день христианство, процент христианства гораздо выше, чем это было. Но так не было. Но сначала, что люди делают? Или, допустим, когда мы говорим об Индии, с чего начинать? Но, когда мы видим, что там вот, я рассказывал в прошлый раз о Вильяме Керри, когда он пришел в Индию, за свою жизнь, он прожил там 41 год, ни разу не выезжая, он не видел плодов. Он видел максимум 50 спасенных людей за 40 лет. Скажите, вы можете сказать, это же не плод. Почему? Да потому, что он в самом начале, он работал с почвой больше. Как правило, эти люди переводят Евангелие, то есть переводят Библию, как правило, такие люди молятся. Что они делают? Они вспахивают почву, то есть они, и после них приходят люди, которые уже сеют, на вспаханную почву. Поймите, точно так же, когда мы говорим о человеческом сердце, то есть мы проповедуем какое-то Евангелие. То есть сначала почва должна быть подготовлена, то есть сердце должно принять. Иногда вот заметили, какой-нибудь проповедник о чем-нибудь проповедует здесь, и ты умом соглашаешься с ним, но твое сердце, оно не в этом. Ты говоришь, ну это невозможно сделать. Ты понимаешь, что Бог-то вообще всемогущий, он может, но если быть честным, ты чувствуешь, что это невозможно. Почему? Твое сердце не может вместить это слово. Поймите, оно не готово. Другими словами, почва, она должна быть подготовлена. Это то, как работает. Как я уже сказал, в индивидуальном, в каких-то, ну и не только в индивидуальных. То есть, ну как бы, второй этап, это первая, ну как бы, распашка почвы. Второй этап, это когда мы начинаем церкви, и там уже заботиться о людях. И третий этап, это когда уже готовый плод, и этот плод, ну уже, ну как бы, опускают обратно, или когда он начинает работать. То есть, вот этот вот процесс, когда запущен. И тогда Евангелие может что-то изменять. Так оно, ну что оно может изменить? Ничего не может изменить. И тогда мы уже видим, видимые результаты. И Бог работает через людей, и в людях, и через людей. То есть, не каким-то другим образом. То есть, и Евангелие, оно, ну вот это вот, сила Божья, оно работает, как семя. То есть, и вот проповедь моя сегодня называется, сила семени, то есть. И посмотрите, Луки 10, 2 написано, и сказал им, это Иисус обращается к своим ученикам, жатвы много, а работников мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы Выслал работников на жатву свою. Посмотрите, вся работа Божья, она делается через Евангелие. Иногда мы думаем, что мы должны что-то сделать. Друзья, Евангелие имеет силу. Только Евангелие. Если как только человек скажет, работа имеет силу, мы проиграли, Евангелие имеет силу. Другими словами, если мы должны что-то сделать ради Евангелия, это другая история. Но Евангелие в основании всего. То есть, в основании всего Слова Божьего. И поймите, для каждого народа есть ключ. Вот, для каждого народа есть ключ. Когда к нам приезжал этот Сулиасин, это маленькие острова. Они работают на весь мир. То есть, там тысячи церквей, то есть, пять тысяч церквей. Ты думаешь, как это возможно? Почему? Потому что они поняли принцип, что у них в руках находится потрясающая сила. И они поняли, что эта сила не работает так, что ты пришел, сказал, что ты изменил. Я помню, он рассказал там две истории. Одна история, они там в Ганнибалах были. Помните, они постились, молились, пришли туда. И там был больной этот, как его, вождь их главный. И они помолились за этого вождя. И вождь умер. Естественно, что их скушать хотели после такого отношения к их уважаемому человеку. То есть, они продолжали с ними там спорить, проповедовать им. И через какое-то время вождь воскрес, абсолютно здоровым, то есть, как бы поднялся. И он видел там, ну, как бы видение. То есть, он встретился с Авраамом, с человеком, которого вообще никогда не видят. И он сказал, это ребята правильные пришли, все нормально, давайте мы будем христианами. Представляешь, каннибалы христианы. То есть, не знаю, как у них диету поменяли, да, то есть, ну, тем не менее, это уже другая история. Опять же, он рассказывал историю, когда они проповедовали, и вот, было просто такое собрание, люди собрались, и была такая, как конфронтация. Почему там? Потому что там сидели колдуны, это тоже в африканских, и встал главный шаман, который вышел и кинул в него свой посох. И он поймал этот посох, и все люди ахнули, потому что знали, если кому-то он прикасался этим похорцам, он умирал. Ну, в этот человек, он был служитель Божий, в нем был Дух Божий, и он взял и сломал это через колено, его жертв. И этот человек, он просто упал, его начало подкидывать. Все собрание спаслось. Почему? Потому что есть вот такие вот ключевые моменты. Конечно, и понятно, что, и когда ты идешь, ты не можешь знать, что же произойдет. Вы никогда не узнаете, прежде чем вы выйдете куда-то. Никогда не узнаете. И это касается не только там, когда мы выходим в другие народы. Это касается наших друзей. Это касается, я не знаю, на работе наших соработников. Это касается каких-то других вещей. То есть, все, что мы должны знать, что в Евангелии есть силы. Я рассказывал эту историю, историю с этим, как она называется, Дитя мира, такой фильм создали по этой истории тоже. Одна семья в племени каннибалов проповедовала, то есть, и перевели им там Новый Завет. И в конечном итоге они там воевали постоянно. Ничего не происходило. Ни один человек не спасся. И они собрались уже уезжать. Они думали, все, они проиграли. И тогда вот эти вот, ну, как бы племена, они сказали, вы не уезжайте. Почему? Потому что там медикаменты были, какие-то другие вещи. Там они топоры им привозили, ножи и так далее для работы. И он говорит, ну, мы не можем оставаться здесь, вы воюете постоянно. Они говорят, мы заключим союз. Но, а у них, как бы, главной доблестью было обман. Представляешь, как вот могут союз, ну, как бы, люди заключить, у которых, ну, самое главное достоинство, это обмани ближнего своего, как бы, не как самого себя, да, то есть, ну, как бы, и поймите, то есть, если у них такой лозунг главный был, то есть, им было интересно, он говорит, хорошо, заключайте. И вот собрались два племени, то есть, и вышли вожди. И у каждого был с собой сын. И они поменялись с сыновьями. То есть, и это было гарантом того, что война не начнется, пока сын из соседнего племени находился в семье. И они должны были заботиться о нем, как о своем сыне. То есть, и сразу Бог дал им идею. Он сказал, что Бог, мы были врагами к Богу, и Бог заключил нам союз, отдав своего сына. Все племя покаялось. Там началось пробуждение в этих деревнях, то есть, среди этих перестали людей кушать. То есть, поймите, то есть, есть какие-то вещи, которые, ну просто работают, что-то открывается. Но поймите, не всегда, допустим, та же Корея была христианская. Если мы говорим о Корее, о Южной Корее, конечно же. Допустим, одна страна, Северная и Южная Кореи, сегодня одна страна погрузилась во мрак. Почему? Потому что верят в социализм. Другая страна процветает, потому что верят в Иисуса Христа. То есть, ну, сто лет назад, там было 0, 0, 2% христиан. Это была полностью буддистская страна. Сегодня около 40%, 38-40% возрожденных свыше верующих. То есть, там кто-то ездил туда и говорит, я, говорит, был на рынке, там, знаете, как уходят кушать на обед, то есть, они просто прикрывают, ну, как бы, чтобы пыль не падала и уходят. То есть, вот представьте, у нас что-то прикрыли и ушли на рынке. Ну, на рынке, вы на рынке, поймите, то есть, я правильные слова подбираю. То есть, ты придешь, там, если 5 замков не повешал и 5 человек не попросил, чтобы следили, ну, вероятно, что там сохранится, ну, вообще, ну, как бы невеликое. Там еще и могут и соседи подтянуть это все, то есть, ну, как бы, которые работают рядышком. Поймите, есть некоторые вещи. Почему? Потому что ранние пионеры, которые приехали, они не знали, что делать в Корее. И они поняли, что это страна, где встает солнце. И они получили откровение, что они должны начинать молитву солнца. И вот это страна утренней молитвы. И они молятся, там все молятся, 2, 3 часа, 4 часа, кто по-разному молит. И они молятся с утра, поймите, и начало пробуждение, начала атмосфера меняться. И, опять же, согласитесь проповедовать в Корее, допустим, в Америке, и здесь это, все по-разному. Там люди гораздо проще спасаются, здесь хуже спасаются. Почему? Атмосфера меняется по мере того, как Царство Божие распространяется, как Евангелие. Поймите, Евангелие, это же не что-то, что раз общественный строй поменял. А Евангелие изменило одного человека. А что это значит? Изменился один человек, что-то изменилось в обществе. В обществе стало светлее. Изменился еще один человек, у него есть окружение, где он проецирует вот эту доброту, вот эту вот любовь, как Писание говорит, досветит ваш свет, который перед, ну как бы, перед лицом Отца Небесного, чтобы люди видели ваши добрые дела. Это распространяется. То есть, что-то, вы можете что-то увидеть, что изменит это все. То есть, Писание более того говорит, посмотрите, Псалом 2.8, проси у меня и дам народы в наследие тебе и пределы земли во владение тебе. Конечно, это пророчество об Иисусе, но мы-то несем миссию Его. Поймите, мы выполняем Его миссию, мы можем молиться об этом. Почему я проповедую, чтобы вы смогли принять просто, принять вот эту идею, что Евангелие имеет силу. Для наших соседей точно так же, как и для других стран. То есть, мы можем это делать, сто процентов. Иисус приходит в одну деревню, встречается с одной женщиной возле колодца, просто сидят, разговаривают. Он ей говорит там, что о воде жизни. То есть, и через какое-то время она говорит, дай мне пить. Он пророческий. Приходит слово знания, он говорит, у тебя было там несколько мужей, и тот, который у тебя сейчас, он не муж. И она говорит, вау, ты пророк. И эта женщина, это блудница женщина, она пришла в то время, когда никто за водичкой-то не ходил. Видать, она как-то дистанцировала или как бы не хотела, ну, так лишний раз встречаться с людьми. То есть, потому что ее образ жизни. И вдруг этот человек становится другим человеком. Она бежит в деревню. Она говорит, я нашла человека, он все обо мне рассказал. Может быть, это Мессия? Она даже не до конца уверена, но она, говорит, предполагает. То есть, и она завела целый город. То есть, ну, конечно, это небольшой был городок, и написано, все люди пришли к нему. Представляешь? Они позвали его к себе. Иисус три дня у них проповедует. И она, так она же не остановилась, самое интересное. Она говорит, да, расслабься, мы уже сами знаем. То есть, почитайте, там написано, мы уже сами уверовали. Что произошло? Просто вот какой-то ключевой человек. Просто что-то произошло. Поэтому мы должны верить вот в эту вот божественную случайность, назовите это так, в тот вот, что Бог поможет нам, что Бог даст ключ какому-то народу, Бог даст ключ какому-то человеку. И иногда, знаете, не так, как мы хотим, мы проповедуем, и человек не кажется. Потом кто-то пришел, ему сказал, то же самое, во много раз хуже, и он распринял. Ты думаешь, ну, как же так, Бог несправедлив? Вопрос же не в справедливости здесь. Вопрос в том, что ты хотел, чтобы этот человек спасся, ты молился за него, он спасен, что еще нужно? Ну, ну, не так, как я думал. Я думал, человек Божий выйдет, положит руку, там, и так далее. И поймите, Евангелие работает, и когда оно начинает менять, люди меняются. Люди становятся здоровее, люди становятся чище, моральнее, то есть люди становятся богаче, начинают жить. То есть, и поймите, что-то меняется. Интересно, вот, довольно интересная такая история была, о, Наташа, поднимись, пожалуйста. Довольно интересная история была в Африке, я читал в одной книге, и когда туда европейцы, американцы зашли для проповеди Евангелия, это были нищие страны, и они для себя решили не проповедовать им о десятине. Ну, просто, вот, представляешь, то есть у людей, как сказать, ну, и так ничего нету, они еще десятину будут давать, то есть. И вот, вот просто они, они договорились так, что не будут об этом проповедовать, они им проповедуют, Евангелие проповедовали, они проповедовали им там, я не знаю, исцеление, они, и там в Африке довольно сильное исцеление там, но они не проповедовали десятину. Интересно, что там тысячи людей получали освобождение от бесов, исцеление, но они жили вот в такой нищете, и однажды произошел такой случай, это описывает пастор, у которого это все произошло, к нему пришел один член церкви, он такой уже два года был в церкви, горячий, огненный, помогал, служил как мог, и он говорит, пастор, вот что такое десятина? Вот я прочитал, там про десятину пишется, он начал объяснять ему, что десятина, это деньги, десятая часть, и он говорит, так это часть Евангелия? он говорит, ну да, конечно, он говорит, а что-то я не пойму, почему вот ни пастор перед вами об этом не проповедует, ни вы об этом не проповедуете, он говорит, ну вот вроде как бы денег у вас нет, мы решили, что ну ничего страшного, мы будем поддерживать со штатов вот эту работу, он говорит, ну это же Божий закон, правда ведь? Он говорит, ну да, ну я хочу давать десяти, ну это же ничего, если я буду давать? И он говорит, ну это ничего, это хорошо, это правильно, просто вот мы так решили. И он сказал, ну хорошо, пастор, спасибо. И он взял, у него были курицы, и он начал отдавать десятую часть яиц, то есть одно яйцо, то есть из десяти, начал приносить в церковь. То есть и пастор говорил, куда его девать? Он говорит, ну не знаю, пастор, можешь съесть, можешь продать. Ну вот я решил десятину отдавать. И он там отдал, ну там вот там может быть, Неделю отдавал десятину. Потом к нему приехал какой-то человек. И купил у него куриный помет, ему для чего-то надо было. У него там засрано все было. И он собрал вот это все, очистил ему полностью ограду от всего этого хозяйства. И дал хорошие деньги, причем для каких-то лекарств, для каких-то препаратов. И он принес десятину, сказал, пастор, смотри, Бог меня благословил. И он принес десятину, он принес больше. И он взял, купил курицу еще на это. И он начал ферму. И люди сказали, о, слушай, этот парень становится богатым. И он всем рассказал, как он начал давать десятину. Интересно, что это заразно. Люди начали десятину тоже в церкви давать. Ну там, с того, что у них было. Ну что там, знаешь, груши растут, они раз там грушу продадут, там пять копеек принесут. И интересно, что в церкви начинали деньги, они начали проекты какие-то делать. И церковь стала известна за то, что там бизнесменов из них делают. То есть, ну как бы. И люди, бедные, начали подтягиваться туда. То есть, и началась такая движение, целая пробуждение. И вот этот пастор, у него огромная церковь. Он просто описывает, как началась эта церковь. С чего она началась. Она не началась с огромной церкви. Если вы читали Айон Гичо, вы обнаружили, обнаружите, что он собирался по первости в военной палатке, которую ставил. Сейчас у него несколько миллиардеров в церкви, в его церкви. У него церковь, конечно, под миллион человек. Но тем не менее, у него несколько миллиардеров. Интересно, они когда приезжали в Армению, и Артур Симонян попросил, чтобы они провели такой семинар для бизнесмена. И эти ребята вышли, они говорят, любите Иисуса, держитесь за Него. И как бы вот все вот это вот в таком духе. Бизнесмены вышли, а что-то, говорит, не поняли, в чем прикол-то. Ну, этот подошел к ним, он говорит, а вот в этом прикол и есть, что держаться за Иисуса и верить в Него. То есть, ну, как бы, они, ну, наши ребята не поняли. Им методику подавали, да, как делать, большие деньги. Самое интересное, эти люди, они проплачивают свою поездку. Они считают просто за честь поехать с человеком Божьим и служить. То есть, они поняли что-то, они поняли главное. То есть, что есть Бог, и это первично. Все остальное, это вторично. Они, конечно, поддерживают многие проекты. То есть, поймите, почему? Потому что Слово о Христе, в Нем да и аминь. И Писание говорит, славу Божию через нас. То есть, все обетования во Христе Иисусе. Если бы мы сейчас говорили, в Евангелии есть все, ты скажешь, а как это? Точно так же вы что-то должны сеять от самого себя. Если, допустим, у вас нету финансов, вы постоянно концы с концами не сводите. Начните сеять себя. Начните не то, что смотреть на себя, я нищий, как мышь. То есть, нет. Почитайте, что Писание, оно говорит. Мы богатые люди благословениями. Поймите, духовно богатые. Начните смотреть, что многие отцы, что Писание говорит о финансах. Оно не говорит о финансах, что мы должны быть бедными. Оно говорит о финансах, что мы не должны быть жадными к финансам. Вот это говорит, это точно говорит. Что если у тебя есть деньги, тебе есть чего давать. Если ты хочешь давать по-настоящему, бог может дать какую-то идею созидательную. Поймите, вопрос не с идеи начинается, а вопрос, во что ты веришь. Точно так же с исцелением. Друзья, то есть, ты сказал, я уже попробовал стоять в вере за исцеление, ничего не произошло. Ну, ты же еще не до смерти стоял, правда ведь? Ты же еще не умер. То есть, в чем вопрос-то ты? Если умрешь, тогда можешь предъявить претензии. Ну, я только не знаю, кому предъявлять потом будет. Или, допустим, точно так же с бизнесом. Конечно, не надо исповедовать, что там у меня есть деньги. Как я слышал эту историю? Там во всем доме отключили воду, то есть, там одна сестра в Абакане после библейского урока пришла, правильное исповедание, да. И ей говорят, соседка стучит, у вас, говорит, вода горячая есть? Она говорит, да. Там они поговорили с другими соседями. Подозвало там еще двоих, говорит. Приходит, говорит, это правда, там, Мария, у тебя есть вода? Она говорит, да, есть, есть. Те звонят же, говорят, уважаемые, вы что это нас лапошите, дом отключили? А у нас в одной квартире водичка-то есть. Ну, естественно, что они говорят, ну, не может быть, не может быть. Он и говорит, есть вода. То есть, ну, это уже не исповедание, это уже как бы, это перегибе. Точно так же, как бы, богатые, да, богатые. Все ушли, ну, богатые долгами, да. Нет, конечно же, это разные вещи. Начните сеять слово. Начните сеять самого себя в слово. Пусть Евангелие, оно процветает. Потому что мы очень часто останавливаемся на какой-то небольшой вещи. Мы спаслись. Евангелие, да, для спасения души. Мы получили новую жизнь, Христа в своей жизни. Но Христос может развиваться внутри нас. Аминь. Если ты ему отдашь свою финансовую сторону, если ты отдашь ему здоровье свое, если ты отдашь ему ментальную свою сторону, то ты будешь развиваться. Конечно, что-то делать надо. Конечно, ты должен что-то изучать в Писании. Что же Писание об этом говорит? И принимать это слово. Принимать веру. Ну, и я согласен, что иногда оно не вмещается в нас. То есть, ну, по мере того, как вы работаете с почвой своего сердца, Писание говорит, вера приходит откуда? От слышания, и слышания, и слышания, и слышания, и слышания Слова Божьего. То есть, когда ты, и вот когда ты слышишь, слышишь, в какой-то момент вдруг что-то щелкает. Как в центре многие рассказывают. Прихожу, и говорит, о, вообще дурдом попал, вот это вообще, и проходит день-два, я уйду отсюда. И потом в какой-то момент у него приходит. А вдруг это правда? То есть, смотрите, что произошло. Он допустил мысль. Точно так же и здесь. Он слышал, слышал, слышал на молитвах, там, проповеди, учения, какие-то, разбор Библии. И вдруг в какой-то момент что-то где-то сработало. Поэтому поймите, то есть, я рекомендую, читайте переводок разных. Возьмите сегодня, правда же, переводов много, особенно в электронной версии. Посмотрите, как перевод вот в этой версии. Как в этой. И мы однажды с Надеждой, то есть, как бы, она читали в другом переводе. Она приходит, говорит, смотри, как интересно. Там история была с одним человеком, у которого дочка умирала, помните, да? И там кровотечение женщина. Пока все это суть додела, она умерла, вы помните, да? И как бы подходит человек, который из дома этого, как его, кто он такой, Иаира, да? И говорит, дочь твоя умерла, что утруждаешь учителя? И в нашем переводе написано, он тотчас сказал, не бойся, только верой. Помните, да? Ну, в английском переводе, или, ну, в одном из переводов с английского, там говорится, Иисус, схватив эти слова на лету, сказал, тотчас, не бойся, только верой. То есть, другими словами, Иисус, ну, как бы, там показана некая духовная субстанция. Он увидел, что слово смерти и отчаянно, оно пришло у человека. Но человек не успел еще с ассоциировать. Он говорит, сразу же эти слова перехватывает, и он садит ногу. Он говорит, не бойся, только верой. Поймите, то есть, мы не знаем, как наш мозг работает. И когда я это увидел, я понял, какую потрясающую силу имеет Евангелие. Евангелие – это сила Божья, друзья, ко спасению всякому верующему. Для одних – это и родство, а для нас спасаемых – это сила Божия, это премудрость Божия. Поэтому не стесняйтесь Евангелия. Если вы поймете, что оно не работает вот так автоматом, сейте семена. Сейте добрые семена. Вы не знаете, где они взойдут, как они взойдут. Просто продолжайте сейте. Писание говорит, мы пожнем, если не ослабеем. Любая церковь, которая развивается, развивается только потому, что люди не останавливаются. Любой человек поднимается в служении, если он только не останавливается. Любой человек побеждает любую проблему, если он не останавливается в этом. Аминь. Давайте мы встанем. Друзья, я на самом деле верю, что мы призваны, призваны гораздо больше, чем наша страна. То есть мы увидели страну, и мы смогли это ухватить. И мы идем по стране. И у нас даже нету тени сомнений. Никто вокруг не сомневается, что мы поставим церковь в каждом городе нашей страны. И теперь Бог раздвигает наши горизонты. Он говорит, друзья, восток ваш. То есть и мы должны вместить этот восток. И мы должны понять, что Евангелие сильно, что есть надежда для народов. И надежда эта в единственном Сыне Божьем Иисусе Христе. Господь Иисус, мы благодарим и славим Тебя за сегодняшний день, за то, что мы можем быть перед лицом Твоим, слышать проповедь Евангелия, Господь. И мы убеждены, что Твое Слово, оно сильно, как никогда. Оно имеет потенциал в себе, чтобы изменять целые народы. Оно имеет потенциал в себе, чтобы менять времена, Господь. Мы понимаем, что от Твоего, Господь, Слово зависит абсолютно все. И мы просим Тебя. Ты сказал, проси меня, народы, и дам Тебя во владение. Господи, мы просим Индию кидай. Мы просим весь восток. Господи, дай нам способную начать огромную работу, которая будет изменять. Чтобы мы видели не только тысячи, но и миллионы людей спасенными. В нашем поколении все это просим во имя Иисуса и для Твоей славы. И все любящие у Господа скажут Аминь. Слава Иисусу! Аминь.